В этот день, в среду 7 декабря, будут представлены важные экономические данные для трейдеров канадского доллара. В эфире очередной выпуск экономического календаря. К 7 утра выйдут данные Германии по промышленному производству за октябрь. В сентябре объем производства сократился. В августе был зафиксирован сильный рост на уровне 3%. К полдесятого утра выйдут данные Великобритании по промышленному производству за октябрь. В сентябре общий объем производства сократился. Сильное падение добычи отменило прирост производства. Три часа дня погребнущий Центральный банк Канады выступит с заявлением по монетарной политике. Это событие будет в центре внимания трейдеров канадского доллара. На протяжении последних 11 месяцев размер процентной ставки остается неизменным. Скорее всего, что данный тренд будет и дальше продолжаться. К этому времени также выйдут данные США под крутым вакансиям Джолс за октябрь. В сентябре количество от крутых вакансий увеличилось. Уже более года мы наблюдаем высокий показатель на уровне 5 миллионов. К этому времени также выйдут нарябрьские данные Великобритании по росту ВВП от НАРСР в ежемесячном выражении. В третьем квартале темпы роста замедлились по сравнению со вторым кварталом, когда был зафиксирован рост на уровне 0,5%. К восьми вечера выйдут данные США по потребительским кредитам за октябрь. В сентябре был зафиксирован неожиданный рост. Расходы потребителей увеличились. В 23.50 вечера выйдет несколько отчетов по экономике Японии. Среди них итоговые данные по росту ВВП в третьем квартале. Согласно предварительной оценке, в третьем квартале темпы роста экономики составили 0,5%. Это самый сильный рост за последние шесть кварталов. К этому времени также выйдут данные за ноябрь по банковскому кредитованию. В октябре объем кредитования увеличился. В сентябре был зафиксирован рост на уровне 2,2%. Спустя одну минуту после полуночи выйдут ноябрьские данные Великобритании по балансу цен на жилье Рикс. На протяжении последних трех месяцев мы наблюдаем рост индекса. Однако индекс продолжает оставаться ниже того уровня, который был зафиксирован до голосования Brexit. Пол первого ночи выйдут данные Австралии по торговому балансу за октябрь. В сентябре торговый дефицит сократился на фоне роста экспорта и снижения импорта. Сегодняшний выпуск экономического календаря на среду 7 декабря подошел к концу. На сегодня все. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА